неуверенность своих силах я считаю вот это будет очень важный комментарий петрович вы можете уделить мне внимание если можно но я я уже отвечал разрыв сетчатки глаз минимальный но прогрессирует значит вот смотрите разрыв сетчатки глаз минимальный но прогрессирует от чего сетчатка глаза вот представьте сетчатка глаза вот он глаз у вас здесь сетчатка находится почему идет разрыв сетчатки глаз, что, какие силы ее здесь рвут как правило это может быть что, это может быть я считаю в основном, причины могут быть различные это может быть повышение внутриглазного давления, значит его надо снижать, то есть если вот так рассуждать, просто-напросто использовать мочегонные чаи, такие, знаете, слабенькие не надо сильные мочегонные чаи допустим какой у нас мочегонный этот самый, травка вот видите что надо в уме держать чтобы вот так вот ответить, знаете какой-то блиц полевой хвощ полевой хвощ и еще какая-то травка такая мягкая ну хотя бы полевой хвощ далее вы сами можете так сказать, скумекать если вы скумекаете так, а вот дальше с чего начинать кстати, я как раз и посоветовал что говорю и для сетчатки глаз еще кушат блюда из проросшей пшеницы залазим в целебную кулинарию ищем как проращивается зерно как из него готовятся вот эти все эти блюда особенно на блендере раз-раз перемололи и употребляете то есть это очень хорошая вещь для как раз поддержания вот и сетчатки глаза и вообще в целом организма действует отлично так, далее я говорю ну там что-то поможет что-то не поможет вот с чего начать с чего начать пожалуйста основы здоровья я в библиотеке выложил вы можете начать с исцелительных сил я надиктовал вы можете слушать а именно а именно с чего начать вот я как раз кризмы сколько и как часто а вот тут-то вот тут-то вы совершенно правы с чего начать я сказал начать с чтения целительных сил и там будем говорить этап первый очищение толстого кишечника сколько кризмы и как часто там дана знаете как бы-то как основа чтобы человек сделал вот этот цикл кризм я уже не помню там сколько там 10 кризм или еще там там по-моему они там в течение двух или трех недель там делается сделал но вот здесь именно клизмы сколько и как часто и вот вы делаете знаете просто-напросто как вот грубо говоря усредненное вам дается усредненное потому что я вас не вижу вы сами себя вот тут надо самому себе оценивать свое здоровье степень будем говорить повреждений степень зашлаковки собственный возраст и так далее и вот смотрите получается грубо говоря вот рекомендуется курс там по уокеру там там две литра недели да но вы чистите и чувствуете что этого мало у вас выходит выходит и выходит значит вы его продолжаете либо же через какое-то время повторяете если там особо ничего не выходит у вас все нормально вы можете обойтись вот этим знаете просто усредненным рекомендованным курсом плюс тут еще надо учитывать какой у вас вес пол одному допустим подойдет смотрите литр там воды другому надо бы три далее в зависимости от того насколько ваш толстый кишечник забит насколько вы как бы сказать приучены к клизмам либо вы вообще не приучены в начале и пол литра воды даже не затекает то есть для того чтобы полноценно пройти вы должны сначала грубо говоря расшевелить свой толстый кишечник чтобы нормально туда заходило и потом уже делать отчет ага вот вы делали пол литра пол литра ага больше ничего не выходило наконец-таки расшевелили там все это и начали два литра вошло ага потом два литра вошло два литра и вот только с двух литров вы и начинаете отчет вот этого цикла посмотрите там очищение кишечника по океру и опять-таки это усредненное вам может потребоваться больше вам может потребоваться меньше возможно вы сделаете на урине что лучше там на упаренной урине на воде там с добавлением там соли ну и просто там с водой очистительной клизме да и все то есть вот здесь уже необходимо работать своей собственной головой еще разок скажу оценить свой собственный потенциал и примерно смотреть как это можно сделать эффективно для себя меня там нету это должны вы сами сделать чистка печени и так далее чистка печени вот смотрите как я делаю чистку печени я сделал чистку печени вижу у меня выходит отдохнул я делаю еще одну чистку печени вижу у меня выходит я делаю еще одну чистку выходит 4 чистки сделал более-менее там особо не но не выходит я через некоторое время делаю контрольную пятую чистку В печени, ага, ничего не вышло, все, самочувствие хорошее, отлично Уже вот это очищение толстого кишечника, очищение печени уже благоприятно на вас повлияет То есть она повлияет в общем на ваш организм Потому что мы думаем вот заболели глаза и все А это просто-напросто из-за того, что все это у вас, будем говорить, исказилось с годами И как бы сказать, обнаружили слабые звенья там, глаза или еще там что-то И они больше всего пострадали Как только вы оздоравливаете организм в целом, у вас и вот эти разные мелкие там, будем говорить, болячки Они проходят сами собой Или вы получаете улучшение Вот, чистка печени и так далее Далее, голодание сколько дней? Голодание сколько дней? А я не знаю, вы на этот самый Имейте опыт в голодании или нет Видите, как-то голодание сколько дней? Вот Сергей там, я не знаю, сколько там уже Сорок там Пятые или сорок шестые Сутки идут, да Он лежит пластом Сил нету Забрался в такие вот дебри В такие дебри, что сейчас началось Выковыривание вот этой застарелой Патологии А человек рассчитывал Да, я что-то там поделаю и все И якобы я буду, знаете Ну, грубо говоря, голод Да что там, нормально А там такие вещи идут, что Очищается через рвоту Желудочно-кишечный тракт В основном этот самый Желудок Далее, какие-то изменения в паху Еще что-то, еще что-то То есть голод обнаруживает все эти проблемки И Значит, начинает над ними работать Возникают боли А человек не думал, что будут возникать боли Он к этому не готов Он морально не готов к этому Потому что он еще думает Ага, я тут устроюсь на работу в такси Чтобы там дома не есть и так далее А тут нужны силы Тут, короче, многое нужно Ну, потихоньку ведем Посмотрим, что Что, как, как, что дальше Но Голоданию надо научиться Поэтому раз в две недельки В дни и кадаши Вы только раз и поголодали Желательно на дистиллированной воде Вода должна быть тепленькая Вот И так далее И потом по мере возрастания Вы Ага, почувствовали, что от голода у вас как-то Ух Зрение проясняется Тогда Через две недельки можно там немножко там побольше поголодать То есть вы Исследуете свой собственный организм И работаете с ним А не то, что я вам сейчас сказал Так, две недели А вы начали голодать Грубо говоря, через 10 дней вам стало плохо Потому что вы ничего не делали Вы никогда не голодали Вот И упали в обморок Что бы вы делали Что бы вы делали Вот я рассказываю Что бы я делал То есть здесь Здесь В книгах Дана Как бы сказать Усредненная Программа Очищения организма Там Оздоровления Но в любом случае Она должна Индивидуализация Индивидуализироваться По ходу Ее выполнения Одному Грубо говоря 10 клизм очистительных Сделал Он себя чувствует Прекрасно Две чистки печени Потом Как раз лучше Все это сделать Весной Тут уже до весны До марта Не так уж много Времени остается Вот А пока там Кишечник так почистить Нормальненько Все Допустим Ага Питается Это Блюдами на основе Проросшей пшеницы Ну вот Как я там показывал А если есть еще Возможность Пьет И этот самый Морковный сок Морковный там В моей библиотеке Знаете Вот есть такая Удивительная книга Которая называется Которая называется Сейчас я вам скажу Которая называется А то я уже Сам немножко Немножко это самое Ага Авторские учебники Уникальная книжка Она называется Лечебное Раздельное питание Там дана Рецептура сок По океру Если есть там Грубо говоря Там Какие-то проблемы С глазами Там Это самое Если есть Вот как раз Лаватара Список рецептуры По океру Вот вы смотрите Так-так-так-так Ага Вот-вот смотрите Пошли соки Описание Что делают соки Там виноградный сок Вот смотрите Есть сок абрикос Сок айвы И так далее И так далее И так далее Вот Это уникальная книга Уникальная Что они делают Вы понимаете Лечение лимонами И так далее Сок малины Калины Та-та-та-та-та-та То есть Всего здесь По-моему Идет 60 Сок из Сок арбуза Сок Картофеля Картофель Лучше всего Молодой Кстати Сок одуванчика Вот Смотрите Что он делает Что он делает Значит Он является одним из богатейших Источников витамина А Сок арбуза Зеленых овощей Сок одуванчика Вот когда пойдет Ну а его не надо Там Ну это вы почитайте Значит Что он там Помогает Помогает Образованию Здоровой крови Улучшает Функцию печени А как только Улучшается Функция печени Сразу же Одновременно С ней Улучшается И функция зрения Потому что Печень И Ну функция печени И зрения Они Как бы сказать Между собой Связаны Значит Видите Принимать По одной столовой Ложке Сока И мед Это раза в день До еды Тара-та-та-та-та-та Ага-га Так При заболевании При разрушении Зубов Бронхиальной Астмы Вот При лечении Бронхиальной Астмы Я как-то Много вам Рассказывал Рассказывал Вот Один из Способов Так сказать Укрепления И лечения Разного рода Отклонений И заболеваний Это Использование Сокотерапии Знаете Вот Вы пьете Мы все привыкли Там Таблетки пить И так далее И опять таки Дозировка Врач там Смотрит вам Дозировочку В средненькую Дал Такую Оказывается Надо больше Или меньше И вот тут Идут эксперименты Но тут Хоть вы Экспериментируете Со своим Очищением Организма И Экспериментируете Уже с тем Что Используете Сок Так 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 Печень Из желчного Фузыря О Сок Одуванчика Эффективен При лечении Заболеваний Глаз Значит Так Норберт Уукер Описывает Случай Когда одна женщина Из-за катаракты Полностью Лишилась Зрения После Безуспешного Трехлетнего Лечения Ей было сказано Что Никогда Больше Не будет Видеть Тогда Она Лишила Прибегну К естественным Методам Оздоровления Но Медицина Она Мыслит Своими категориями Но Ее же Совершенно Иные Категории Вот То Что Знаете Вот Сейчас Считается Это Этого Не может Быть Оказывается Есть методы Которые Мы знаем Которые Забыты Которые Нарочно Забываются Лишь Мы Вообще Не знаем Есть И такие Или Утраченные Вот Тогда К естественным Методом Оздоровления Почистила Организм И стала Кушать Только Сырые Овощи И фрукты Без Концентрированных Крахмала И пить Ежедневно Значит Смотрите Тут Сырые Фрукты И овощи Это Вы будете Кушать Летом Зимой Только Тушеные Функция Пить И печени И зрение Это горячее Огненное И если Вы что-то Начнете Холодное Есть И тем более Не по сезону Эти Фрукты И овощи Которые Охлаждают Наш Организм То Это Может вообще Еще Ухудшить Состояние Вашего Зрения И печени И вот Она начала Пить 250 грамм Сока Моркови Сельдерея Петрушки Я думаю Вонечка Потом Что там 250 грамм Сока Моркови 250 грамм Сока Моркови Сельдерея Петрушки Шпината 250 грамм Сока Моркови И шпинат То есть В течение Дня Она выпивала То есть 250 грамм Вот такого Сока Выпила Потом 250 грамм Вот такого Сока 250 грамм Такого И 250 Итого Она выпивала Литр Менее чем За год Она вернула Своё зрение До такой Степени Что могла Читать газеты И журналы С помощью Увеличительного Стекла Так А вот Смотрите Сок Цикория Содержит Питательные Вещества В которых Постоянно Нуждается Зрение Человека Зрительный Нерв И мышцы Хрусталика Отсутствие Этих Веществ Приводит Людей К проблемам Со зрением Но если Мы будем Пить смесь Соков Из цикории Морковки Петрушки И сельдеры То быстро Установим Дыхвыгт И зрение Вот Это Просто Знаете О Соков Цикория А теперь Смотрите Дальше Мы идем Идет еще Рецептура Решептура Идет Так сказать Вот видите Я за вас Делаю Тут работу А как бы Вы А что бы Я У меня еще Глаза Видите Я тут Зыркою Нормально Для чтения Использую Кроме Что Кроме Что Кстати Вот смотрите Очень важно Чтобы в своем Питании Человек Употреблял Меньше Мучного А то мы тут Будем говорить 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 Я понимаю Это наверное Женщина пишет Потому что Опять таки Какой-то Пользователь И все И все Вот Меньше Мучного Что это Мучное Мучное Как раз И создает Огромные Проблемы Со здоровьем Мучных Продуктов Рафинированные Там И так далее Так Памятка Что тут Памятка Так 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 Вот Все Это Есть Я думаю В библиотеке И Я Сделал Специальные Памятки Для тех Людей Кто Применяет Свежие Растительные Соки Что Что Как И вот Наконец Список Рецептуры Соков По Океру Тут Где-то Примерно 84 Рецепта Но Это Самое Они Не все 84 И Смотрите Начинаем Вот теперь Болезность Связанная Загрязнение Внутренности Организма Так Таратаратата Простуда Бронхит Высокая Температура Болезни Уши Тонзилит Астма Хроническая Усталость Болезни Сердечно-сосудистой Системы Гипертония Гипотония Геморрой Варикозное Расширение Вин Пьете Соки Соки Пьете Понимаете Вот И там Начинается Это Так Пищеварение Заболевание Цирроз Печени Желтуха Болезни Почек Песок и камни В почках Болезни Мочевого Пузыля Вот когда Там Допустим Тот же Сергей Бросился Голодать Потому что Он Не зная Не видя Общей Картины Которая Сейчас доступна Она конечно Намного больше Различных Оздоровительных Средств Он Думает Вот сейчас Я поголодаю И по наивности Думает Что это Очень легко И просто Делается Так Все там Знаете Это Это Идет Такая Можно сказать Очень Сложно Операция Безнужа Так Вот Даже Различные Новообразования Какие соки Употреблять Кто-то спрашивал А вот Глазные болезни Астигматизм Катаракта Конъюнктивит Конъюнктивит Вот Ну я помню Что Что касается Сетчатки Мужчина Как раз Употреблял Продукты Из проросшего зерна И Что он сказал Что Он Лет 20 Наверное Где-то 50 Наверное Возникло У него Вот эта Сетчатка Начала Отслаиваться И он Начал Употреблять И в результате Через 20 лет Этого Употребления Он говорит Отслаивание Остановилось И не Прогрессирует Зато Волосы Там Черные То есть Все Пятое Десятое И так далее То есть Все остальное Здорово Здорово Оздоровилось Чем он Очень доволен Вот К чему Я говорю Итак Вы поняли Что бы Вы делали Что бы Вы делали Я Вам Сказал Ну повторим Еще разок Это Очищение Кишечника Причем Дозировки Все Это Вы Индивидуально Как Только Начали делать И чувствуете А Кроме 100 граммов Да Ничего Туда Не идет И значит Вы Там Через день Без Всякого Фанатизма Не Спеша Значит Делайте По 100 Грамм Можно Взять Просто Такую Большую Грушу Резиновую Чувствуете Ага 200 Грамм Заходит Ага Чувствуете Уже Там Литр Заходит И вот Уже Где-то От Литра Полтора Вы Начинаете Отчет Пошла Клизма Нормально Все Успокоилось Все Нормальненько Уриновые Конечно Намного Лучше Они Там Ничего Там Такого Не Будут Делать Но Некоторые Люди Близлевые И так Дальше Итак Поняли Как Эти Клизмы Ага Чувствуете Грязь Выходит Или Вы Чувствуете Он Наоборот Все Нормальненько Заходит Выходит Все Чистенько Хорошо Кишечник Работает Отлично Так Приступаете К чистке Печени Так 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 Чистку Печени Можно В зависимости Опять таки От своих Собственных Сил Вы Делаете Мягкую Это Следующая Книжка В моей Библиотеке Без очищения Нет Исцеления Применяйте Мягкую Или еще Какую Вы выбрали Опять таки Без фанатизма И смотрите Что Что Как Вот если Обычную Чистку По Татьяне Буревой Сколько Вы там Сделали Что С вас Выходит Не Выходит Значит Нормально Остановились На Двух Или Делайте Шесть Через Такие Интервалы Чтобы Вы Успевали Восстановиться Далее Голодание Если Голодание Чтобы Почистить Так Сказать Наши Жидкостные Среды И Все Там Так Раз Две Недельки Если Вы имеете Большой Вес Можно Голодать Раз В Недельку 24 Или 36 Часов А то Можно 48 Это Сам Вот А В промежутках Используйте Вот эти Свежевыжатые Соки Меньше Вот этих Вареных Крахмалов Особенно Знаете Вот Муки Тонкого Помола Лучше Каши Вот Каши Различные Кашки Тушеные Овощи И дело Пойдет Но Опять Такие Вы должны Понимать Я вас Не вижу Вы Должны Научиться Работать С собой Начав С малого Даны Общие Рекомендации Как бы Сказать Которые Уже Каждый Человек Ага Посмотрел Должен Примерно Прикинуть Что и что А то Вот смотрите Пишут Пишут Комментарий Так Так Значит Рискну Спросить Кто Установил И когда Диагноз В некоторых Случаах Хирургия Незаменима Но это Зависит От вида Отслоения Сетчатки Сетчатки Лазерная Спайка То есть Операция А какие Признаки Не думаю Что можно Найти Подтвержденные Случаи Самоизлечения Так Что тут Так Самоизлечения Но если Начальная Стадия То почему Не голодать Не сделать Витаминные Капли Также Массаж Глаз И легкие Упражнения И наблюдать Ну вот Это Как бы Сказать Ну Такой Вариант Значит Здесь Понимать Надо Что Голодание В целом Будет Воздействовать На организм Витаминные Капли Я не знаю Как это Что это Там Такое И Как правило Витамины Действуют Через Желудочно-кишечный Тракт Ну В основном Будем Говорить И Вот Эти Витамины Они Должны Быть Естественны Самое Лучшее Я вам Как раз Предложил Из Прошлых Чувеницов Также Массаж Глаз Ну Попробуйте Там Разные Там Папанков Какая-то Гимнастика Есть Еще 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 Все Это Можно Сделать Для того Чтобы Улучшить Действительно Питание Мышц Хрусталика Чтоб Сам Хрусталик Там Работал И так далее То есть Это все Можно Делать Легкие Упражнения Наблюдать Ну Вот Вот Примерно Так Так Значит В ответ Тот Кто спрашивает 5 декабря Делали ОКТ В областной Поликлинике ДЗ Отслойка ЗГМ Сцеплена С Макуловитриоритинальная Тракция С угрозой Ага С угрозой Разрыва Незначительная Дезорганизация Пигментного Эпителя Предложено Операционное Лечение Но здесь Вы должны Ну Будем Говорить Принять Решение Сам Сами Вот Опять Таки Если Как Вы Сказали А Чтобы Вы Делали Если Вы Вот В первую Очередь Важно Понять Отчего Идет Отслоение Это Первый Шаг Далее Я бы Все Что Вот Перечислил Я бы Все Это Сделал Операцию Можно Сказать Всегда Успеем Сделать И Посмотрел Вот Примерно С декабря Работайте Над собой И Грубо говоря Когда там Одуванчики Пойдет По крайней мере После Отечения Толстого Кишечника И Печени Она Это У вас Уйдет Ну Где-то Месяц Полтора Пусть Два Уже Будут Какие-то Результаты Плюс Если Еще Прорушу Зерно Вы Будете Кушать Опять Таким Важно Судить На Насколько У вас Поражен Организм Шлаком И так далее Ну и вот Еще Дополнение Дополнение Идут Какие-то Процессы Деорганизмы Неблагоприятные И вот Как раз То Что я вам Перечислил Они Могут Они Могут В целом Оздоровить Организм Потому Что Опять-таки Мы С вами Не оцениваем Степень Зашлаковки Своего Организма Как он Потерял Уже Свою Функциональность И так далее И так далее Мы уже Смотрим На то же Где сбой Ага Дырка в лозу Значит Вот туда Мы сейчас Что-то будем делать А что Что там Делать Если Это следствие Следствие А нам Надо Устанять Причины Да Вы правы Я довел Себя До этого На этапе Предзаболевания Не Подчислился И так далее Ну так У вас Дальше Вот Она Идет К тому Что Новая Операция Что Вы там Тянете Или Как На что Вы надеетесь Что Привело К этому Результату Так Разворачивайте Чтоб Это Не Привело К этому Результату Думайте Назад Уже Поздно Отмотать Пленку Начав Все Делать Как Вы Советуете В Видео Не Поздновато Для Меня И Мой Пояс Ушел Думайте Попробовать Еще Не Поздно Это Вы Сами Знаете И Ложе Для Себя Рассуждаете Поздно Не Поздно И Что Вы Хотите Вот Эти Все Рассуждения Поздно Не Поздно Тем Более Что После Этого Еще Был Этот Вопрос Уделите Мне Внимание Я Уделил Внимание Предостаточно Уделите Мне Внимание Вот И Здесь Как Раз Разобрал Очень Важный Вопрос Это Что Рекомендации Даются Усредненные И Каждую Эту Рекомендацию Усредненную Как И Дозировка Лекарств Как И Дозировка Трав Как Дозировка Грубо говоря Вот Один Наелся Съел Столько А другому Надо Больше Или Меньше Это Все Индивидуально И Вы Тут Подбираете Но По крайней Мере Вы Понимаете На чем Вы Работаете И Оцениваете Степень Проделанной Работы По Результатам Самочувствия Улучшается Не Улучшается Лучше Хуже Так Вот Немножечко Поговорим О Благотворительности Все Люди Во Все Времена Поддерживали Добрые Хорошие Начинания И Если Вы Чувствуете Что Моя Работа Приносит Пользу Проявите Свою Благотворительность На Развитие Вот Этого Дела Которое Помогает Потому что О здоровом Образе Жизни Настоящем Таком Каким Он Должен Быть Без Разного Рода Пилюлики Прочих Прочих Никто Не Говорит Только Здесь На Канале Об Этом Полноценно Во Всем Объеме И Углубленно Рассказывается Проявляйте Свою Благотворительность Щедрость Какую Вы Можете Сделать С уважением И пожеланием Доброго Здоровья Есть Особый День В году Наступает Темноту Новым Годом Он Зовется И Всех Людей Дается Шелестят Компет Отвертки Там Мандарин Стоит И Наряженная Ёлка Огоньками Нас Манит Веселись 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 Нарав Наступает Наступает Новый Новый Год Он Врача Нам Несет Он Подарки Раздает Радость И Любовь Чет Это Новый Новый Год Снова Детство К нам Вернулось Волшеба Мы Жадо Ждем И Подчек Не Покалом Хоть И Счастье В Каждый Дом Веселись 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 Нарав Наступает Новый Новый Год Дом Веселись Что нам Несет Он По Даргерам Дает Радость И Новый Новый Год Это Новый Новый Год Так Веселись Дружок Сердечный Наливай Бак Алскарде Загадай Своё Желание И Под Звон Продолжение следует... Продолжение следует...